здравствуйте друзья с вами снова дмитрий балковский это у нас последний седьмой завершающий выпуск серии передач об аудите золота ford noxie наконец-то мы это заканчиваем скоро будут новые несколько более живые серии я надеюсь но тем не менее нужно поставить точку и еще на несколько проблем которые господин янсен обнаружил в ходе своего расследования бросить свет проблема номер 17 аудиторы золота глубокого хранения не смогли верно взвесить золото в 2008 году после того как руководство двора пообещал улучшить внутреннюю систему контроля в хранилище в веспойнте возникла следующая такая пикантная проблема засчитываю отрывочек из меморандума продолжение расследования ситуации с весом гранул после окончания работ по проверке сотрудники ответственные за контроль качества в рамках стандартного процесса регистрации обнаружили возможную ошибку весе гранул помещенных в отсеке количество гранул возвращенных в лабораторию оказалось большим чем ожидалось директор по производству сообщил представителю директора двора о том что возможно произошла ошибка в чтении весов и было неверно определено количество знаков после запятой представитель директора сообщил об этом офису генерального инспектора офис генеральный спектр и по соответственно департамент министерства финансов который вот одной из главных лиц участвующих в проверке золота глубокого хранения и координировал со всеми участниками процесса новое открытие отсека и перепроверку гранул в тексте описания приведен еще один меморандум в котором сказано что люди осуществлявшие эти тестовые взвешивания взвешивания они перепутали 10 целых триста сорок шесть сотых тысячных унций они спутали с одной целой нулем трехсот сорока шестью десятитысячными унций то есть просто знак за запятой перепутали очевидно что работали специалисты высочайшей квалификации на самом деле янсен совершенно справедливо отмечает что люди которые работают золотом но они одну унцию с десятью даже визуально не спутают вот здесь как вы из прошлых выпусков наших наверное поняли были наняты школьники потому что денег у министерства финансов сша мало ведомство бедное поэтому для ревизии самого важного финансового актива вообще в истории человечества пришлось нанять патушников условно говоря еще в этой две еще маленькие такие пикантные подробности во первых за процессом наблюдали сотрудники офиса генерального инспектора представитель двора то есть в принципе в составе комиссии не все они должны были присутствовать согласно инструкциям того же самого двора и обратить внимание на беспрерывное повторное открытие закрытие запечатывания распечатывания отсеков мы в этом об этом чуть ниже мы еще скажем вот но чрезвычайно беспорядочное движение внутри хранилища происходит у нас на глазах буквально проблема еще более пикантная такая она ударит по ушам любителям золото проблема у нас номер 18 тестовые образцы то есть те слитки которые брались на сверление они высверлили высверливались с края слитка то есть не с середины казалось бы было разумно сделать это в середине потому что тогда мы можем обнаружить тот самый пресловутый вольфрамовый вольфрамовую вставку которые которые очень редко но встречаются в золотых слитках но тем не менее ясен приводит отрывок из инструкции двора от пятого года в которых конкретно указано производить сверление слитков на углу изделия на углу подчеркиваю очень странного тоже мы в описании приносит приводим отрывок из меморандума выделено желтым то есть прямо специфически конкретно указано сверлить в углу не в середине я понимаю сейчас дорогие теле youtube и зрители скажут что вот она вот она вот он след ну возможно 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 просто бюрократическая такая глупость какая-то проблема номер 19 акт сек 31 форт нокси был открыт в девяносто штом году по сомнительным причинам по мнению янсена ситуация следующая мы уже ранее говорили что согласно принятым правилам вот эти вот самые сводные печати должны проверяться на целостность то есть к ним должны подойти люди и посмотреть что они в порядке но не срываться не не открываться тем не менее вот из меморандума очередного приводит янсен отрывочек 12 августа форт нокси хранилище форт нокса появились представители счетный палат сша опять же то есть это еще одна организация которая в принципе не уполномочена производить там какие-то действия и он цитирует цитирует решили выбрать один запечатанный отсек для открытия и инспектирования меморандум ниже тоже приводится самый любопытный могут на него посмотреть проверяющих имеет право назначать офис генерального инспектора министерства финансов счетный палат сша это структуру подчиняющуюся подчиняющиеся конгрессу сша опять это бюрократические игры то ли тоже часть какого-то заговора непонятно но тем не менее привлекает внимание и проблема у нас 20 совсем пикантно многие отсеки закрывались за год до физической проверки и были запечатаны через год после окончания этой проверки янсен приводит несколько примеров таких вот просто для то чтобы не быть не делать эту презентацию слишком длинный возьмем пример отсека номер один форт нокси отсек был запечатан 81 году то есть до того как проводились повторные аудиты но до этого он был запечатан восьмидесятом году на печати написано это замененная печать из какой логичный вывод можно из этого сделать что печать которую наклеили восьмидесятом году 81 посчитали испорченный маловероятно на самом-то деле еще больше подозрений вызывает контрольный номер отсека расположенный в верхнем левом углу вот на если вы зайдете на описание на году фронте вы увидите на этой бумажке то есть в это печать от бумага листок бумаги а4 там выделено красной рамочкой число 5 так вот оказывается цитирую вам в инструкции два рассказано контрольный номер от серии последовательных номеров присвоенных каждой сводной печати присоединены к отсеку номер расположен на печати и меняется вместе со сменой печати таким образом получается что печати на отсеке золото глубокого хранения форт нокса 81 году менялись пять раз и нигде в документах это не отражено вот то есть мы узнаем об этом вот чисто случайно потому что янсон обратил внимание на то что вот циферка 5 стоит на этой бумажке и точно такая же ситуация наблюдается во многих других отсек то есть самые любопытные могут зайти на английскую версию этого огромного материала вот и посмотреть там он очень много об этом говорит ну как в наших целях достаточно упомянуть об одном отсеке то есть совершенно непонятная ситуация совершенно непонятная и последняя проблема номер 21 аудит золота хранящегося на попечении федерального резервного банка нью-йорка в нью-йорке соответственно в размере 418 тонн был отложен на 36 лет в 75 году планировалось провести этот аудит на слушаниях в конгрессе в одиннадцатом году выяснилось что этого аудита так и не было проведено как мы уже говорили в других выпусках мы вообще на голом фронте это тоже такая маленькая пикантная деталь упоминалось здание фрб нью-йорка соединено подземными тоннелями с зданиями финансовых организаций ранее рядом расположенных вот соответственно отсюда возникает есть даже такие карикатуры в интернете когда бен бернанке везет тережку супермаркета набитую золотыми слитками с вытраченными глазами чтобы вновь спасти финансовую систему на самом-то деле после проведения вот этих вот слушаний в конгрессе по инициативе нашего дорогого доктора пола министерство нас могло бы привлечь и внешнего независимого аудитора вот но аудит она провела ну как обычно в двенадцатом году это произошло как обычно внешнего аудитора привлечено не было соответственно из этого скорее всего следует что золото фрб нью-йорка в этом пульсирующем сердце мировой финансовой системы был скорее всего использована для свопов лизинга обеспечение чего-либо для помощи слитком банк то есть оно находится я подчеркиваю находится фрб нью-йорка на попечении то есть попечение предполагает что это золото там хранится и не должно никуда уходить и используется в каких-либо целях но тем не менее мы видим что возможно это не совсем так так вот друзья мои мы подошли к концу этого длинного расследования какие выводы можно сделать на самом деле наверно вы все эти выводы уже для себя сделали вот но скажу что все вот эти вот многодесятилетние процедуры по аудиту проведенные сразу несколькими ветвями американского правительства были призваны вернуть доверие к американскому монетному двору и его хранилищем в испойнте форт ноксе и в денвере то есть они должны были заставить публику поверить в то что золото там есть но после того как вы все это всю эту нудную бюрократическую ерунду прослушали то конечно же никакого доверия я уверен у вас не появилось то есть доверие стало еще меньше после после обзора всех таких процедур зачем это было делать вообще непонятно то есть очевидно конечно что американское государство не столько заметает следы сколько пытается отвлечь внимание от этого металла от желтого металла и от этой индустрии в общем ну наверное пока им это удачно удается вот эта цель поставленная а чисто практически вывод здесь следующий мы должны помнить что вот те самые люди которые нанимают школьников для измерения и проверку на подлинности золотого запаса сша которые теряют документы которые создают препоны для того чтобы хоть какой-то свет пролить на эту ситуацию эти же самые люди печатают доллары которые которыми наличные которыми набиты ячейки многих наших богачей ну не только наших низких китайских африканских хотелось бы посоветовать счастливым обладателям многочисленных бумажных купюр долларовых евро и других сохранить бдительность потому что увидеть почему я надеюсь я показал наглядно что доверять этой организации федерального правительства сша по крайней мере в этом вопросе точно не стоит рыльца там у всех в пушку так что покупатель берегись спасибо с вами был дмитрий балковский это был последний выпуск изложение нашего расследования о форт ноксе все серии можете посмотреть на нашем канале если у вас хватит терпения до свидания